Привет! Здорово! Что у нас сегодня? Ни шоколадный пост? Тебе переели шоколад на шоколадье. Вкусный шоколад приехал, но объелся. Слушайте, у нас сегодня будет прикольно, да? Мы сегодня покажем всякие штуки. Кофе. Про кофе. Сегодня будет про кофе, молоко и всякое такое. Увлекся кофе? Товарищ, заварим же с новым способом. Ну как новым? Потому что достаточно новое действие. Но для нас он достаточно новый. Ну подожди, напускай до молитвы. Я же до молитвы буду рассказывать. Называется Аэропресс. По сути дела это тот же френч пресс, но только заваривать в нем более быстро, а кофе получается более чистый. Да, к вопросу о недавнем обсуждении на форуме. Помнишь, там был разговор за кофеварки, за кофемолки и так далее? Да. В общем, мы покажем вам сейчас классный способ заваривать кофе. Причем, самое забавное, что, Димка, скажи, где ты недавно был на собрании всех этих самых, как они называются? Ну кто? Бористо, да. Бористо кофемании, всяких разных модных кофеев. А это было секретное сборище. Там они собирались, обсуждали кофе, который жарят в Греции. И все пришли к выводу, что греки очень круто жарят кофе. Все, одна минута. Ну, сейчас вот модно на самом деле. Понимаете, эспрессо, вот оно, да? И вот, собственно говоря, аэропресс. Простая штуковина. Засыпается кофе, закрывается. Минуту ждем, и кофе будет готов. Причем, я приготовлю сейчас, словно, стартовой кофе. Это кофе из Панамы, Coffee Projects. Кстати, это вот одни из немногих ребят, кто умеет жарить кофе в России и относится к обжарке кофе с большим пониманием и любовью. Всем рекомендую, у кого есть возможность пить кофе от Coffee Projects, пейте кофе, Coffee Projects. Пейте кофе в небольших количествах, товарищи. Все равно это не очень славный продукт. Ничего подобного. Как шоколад. Да ладно. Как шоколад. Нет, как шоколад. Не надо же просто есть шоколад с утра до вечера, правильно? Да. Это тоже неправильно. Тогда будет готово. Вот, давай. Слушай, я вторую кружку сделаю. Второй мне кофе. Тоже моносор. Это гамбурас. Ладно. Не будем рифмовать так и пусть. Угу, я не подошел. И вот таинство, собственно. Общая идея в том, что продавливается вот здесь воздух. Воздух давит на столб кофе. Продавливается сквозь фильтр. Оп. Характерный звук. Кофе, конечно, идет много. Но, действительно, совершенно никакой пенки там ничего нету, да? Кстати говоря... Но инфракция получается, конечно, фантастическая. Но самое главное, смотри, покажи, Серега, как легко с ним обращаться. Все. Готово. Можно дальше испытывать. Если кто-то хочет почитать про это поподробнее, наберите в интернете. Аэропресс. Аэропресс. Мы сделали ради эксперимента. Трубочка. Здесь наливается вода. И очень мощный парогенератор там стоит. Очень удобная штука, когда нужно постоянно готовить молоко. Собственно говоря, для того, чтобы делать всякие разные капучиноские вещи. Кстати, можно прерывать, да? Если вы будете готовить на аэропрессе, помол там должен быть не слишком мелкий, но и не слишком крупный, как на френч пресс. Аэропресс нечто среднее. Между помолом для кофемашины и френч прессом. Ладно, давай мы пока сделаем. Так, со временем. Смотрим. Молоко. Молоко. 3,2. Обычное. Трубочка сейчас пустая. Нажимаем кнопочку. Ну все, выключаем. Не мешай. Нет, где-то еще есть немножко, подожди. Вот ты одно зерно не промолол. Ну. Хватит. За рука валяешь. Вообще, смотрите. Нажимаю вот такую штуковину. И вау. Подсасывается молоко. И вот пошло молоко. Ура. Кому не видно. Пена. Идет пена. Пена идет за счет пара. Как обычно. Все, выключаем. Слушайте, потрясающая штуковина. Мы делали с ее помощью горячий шоколад. И просто какао заваривали. Получается такая прям пенка-пенка. Пена фантастическая. Совершенно. Дайте мне ложку. Сейчас покажу. Смотрите, что получается. Вот такая. Совершенно фантастическая. Густая. Видите, на ложке. Пена. Молочная. Вот. Вот. Так что, если вы хотите такую штуку, например, поставить в кофейне, это сэкономит вам вот эту вот ерунду. Вы трогать больше не будет никогда. Вам не пригодится. Поставили. Сунули пакет с молоком. Поставили его там, не знаю, в холодную воду. Или в лед. В кофейне ты загнул. Наверное, такую штуку можно ставить в какой-нибудь отделчике небольшом. Ну, ты знаешь, на самом деле смотри. Кофейне уже нормальная кофемашина все-таки. Ну, так капучинатор-то прикольная же штука. Вот ты берешь, ставишь сюда сосуд с молоком. Любой. Да? Ты можешь сделать, поставить даже молоко, например, в чашку. Да нет. Нормальный барист в нормальной кофейне, как бы, за 3 секунды на нормальной кофемашине делает этот результат. И ему не нужен никакой лишний апгрейд. Я все-таки думаю, что эта штукенция нужна только там, где такой, знаешь, какой-то... А мне кажется, прикольная штука, понимаешь? Такое шоколадное что-то такое. Не более того. То есть смотри, какая пена. Когда такую пену сделаешь? Ты знаешь, я в пенах не разбираюсь. Поэтому ничего не говори. Ты сразу высказываешь мнение, как будто оно прямо... Пена офигенная. Я могу сказать, что если это кофейня, то там должна стоять нормальная кофемашина. Нормальная кофемашина? Нормальная бариста. Стоп, стоп, стоп. У нормальной кофемашины задача варить нормальный кофе. Правильно? Если у тебя вот аэропресс и вот такой вспенивающий аппарат, видите, какая пена. Стойкая. Потрясает. Не, ну на самом деле прикольно. Ты понимаешь, можно, например, взять и сразу сделать коктейль какой-нибудь. Слега, я про применение этой хрени. Вот давай, знаешь, что сделаем? О том, что она нужна для тех, у кого небольшие... Проливы. Небольшие проливы, небольшое производство. А по-моему, можно найти ей применение. По-моему, штука классная. Классная, я же не спорю. А с другой стороны, ты понимаешь, вот тебе надо, смотри. Вот дай мне кофе, отлей маленечко. Давай. Ты хочешь испортить кофе? Да. Молоко. Кстати, в аэропрессе кофе очень вкусное. Смотрим. Когда оно холодно. Пам-парабам, пам-пам-парабам, пам-пам-пам. Так. Пам-парабам-пам. Ну это я просто, у меня трубочка кончилась. Конец молока, видишь? Молока не хватило. Нет. Вот. Смотрите, какая прелесть. Вау. Пена с кофе. Это было сейчас наигранно, ты еще не успел глотнуть уже. Да вкусно, вкусно, не надо. Я попробовал, сказал, что ты мне тут рассказываешь. Смотрите, наш новый шоколад. Обратите внимание. Вот он. Так выглядит. Мы называем их пуговки. Это наша новая торговая марка. Пойду пока покажу вам, как это выглядит вживую. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Вот он. Вот он. Шоколад молочный и белый. В шоколаде эконом. И вот такая цена за килограмм. Верхняя цена за пакет. Нижняя цена за килограмм. Вот. Так что ура, товарищи. Наконец-то мы разрушили монополию. Монополист. Ну, лукер вне конкуренции. Да ведь? На самом деле надо пробовать. Мы всех приглашаем на дегустацию. Все, кто в Москве или проездом, приходите. Всегда рядом стоит вот такая коробочка, на которой написано шоколад молочный в шоколаде эконом. Вы можете смело подходить к полке и пробовать. И сравнивать его с другими шоколадами, которые тоже вот здесь вот стоят. Вот они все есть. Можно посравнивать. Мы пробники выставили везде. Пробники у нас теперь, видите, всегда можно прийти в шоколадье и маленько попробовать всякого разного шоколада. Это наша такая новая идея, потому что мы понимаем, что тот, кто что-то пробует, может сравнить и сделать свой выбор. О, смотрите. Нам привезли такую плитку. Обалденную. Встраиваемая поверхность. Она с ножками, но она встраиваемая. Стекло на стекле. Индукционка новая, модная. Показывает, знаете, прикольное что? Показывает мощность, температуру, время и счетчик напряжения. То есть во время готовки вы видите... Давай я скажу, подожди. Давай говори. Вот смотри. Слушай, мы обещали пригласить автора вот этой вот, автора этих плиток. Нашего просачка. Не, ну Дима, ну не надо мне рассказывать. Ну давай, в двух словах. Ну я на двух словах. Значит, в чем особенность? Это последняя, последняя модель. Вот давай полностью уберем, покажем, как она выглядит. Ну давай. Самая крутая модель. Да, в крупном плане. Давай. Во-первых, что здесь есть удобного? Есть шкала соотношения ватт и температуры. Очень часто на индукционных плитках... Но путается, наверное. Да, народ путается. Здесь всегда видно температура и ваты. Температура и ваты. Вы никогда не запутаетесь, когда она у вас показывает температуру, а когда ваты. Поэтому вот этой шкалой можно пользоваться. Потом, ну что у нее еще есть в плюсе? В общем-то и все. Большое поле и две комфорты. Не, ну помнишь, там рассказывали, что счетчик напряжения показывает, сколько киловатт вы затратили на приготовление блюда. Это значит, что вы можете посчитать, сколько стоит ваша электричество. Она ставится на 23 часа. То есть таймер для выключения, если у вас какое-то длинное блюдо, например, холодец варим. Ну там лене какое-нибудь. Да, что там 4-5-6 часов что-то варится. А у нее таймер ставится до 23 часов выключения. Что тоже очень хорошо. У этой плитки, по-моему, идет часа 3 или 4. А у этой плитки 3 часа всего. Ну да. Ну вот это первая модель была, да, с колесиком. Потом появилась вот такая. А, и вот такая была двухкомфорочная. Тоже пластмассовый корпус, который там может быть... Слушай, ну последний момент. Покажи Сереге вот отсюда с торца. Вот чем она лично мне нравится. То, что ее можно устраивать. Да, ее можно врезать в столешницу на кухне. У вас будет фактически даром встроенная панель, индукционная плита. Да, цены мы, конечно, на скидку не помним. Можете посмотреть в интернет-магазине, там цены актуальны. Вот фонтанчик. Фонтанчик вот такой. И фонтанчик еще есть маленький. О, три фонтана. Три фонтана. Вот смотрите, вот такой фонтанчик. Вот я его возьму, чтобы было понятно, как в отношении с рукой. Вот. Классный маленький фонтанчик. Потом есть фонтан средний и фонтан большой. Вот это фонтан 60 см профессиональный. Вот. У которого у этих двух фонтанов редукторы, у этого прямой привод. Качественный классный фонтан. И эти два тоже нормальные. Проверяли. Вот. Чего еще у нас новенького? Пойдем посмотрим. А, ну коробки, коробки я вам показывал. Вот новую коробку привезли. Смотрите, какую модную. Коробка из толстого такого вот картона. Видите? Вот так. На 8 конфет. Индивидуальные ячейки. И закрывается вот таким вот образом. Обалденная коробка красивая. Вот. Вот так вот выглядит. По-моему, шикарно. Сюда можно наносить логотип шелкографии или тиснением. Так. Пойдем дальше. О, как-нибудь надо будет вам рассказать про эту штуку. Вот это сейчас покажем. Это вакуумный. Вакуумный. Насос. Мы долго искали. Тут увлеклись тоже темой совершенно не шоколадной. Приготовлением еды в вакууме. Вот. Сейчас покажу. Ну и вот купили еще такую штуку. Помните разговор шел о том, что делает шоколадный велюр? Вот. Вот такая вот штуковина. Мы попробуем обязательно. Короткая рекламная пауза. Нет. Короткий еще ролик. А он у нас короткий. Мы всего три минуты снимали. Давай что-нибудь завакуумируем. Какие от масла? В общем, я пошел кофе пить. Давай. В общем, смотрите. Вот ванна, в которой вода. Эта вода имеет температуру. Температура где-то около 65 градусов. Если вы знаете, что такое SUVIT, это метод приготовления пищи в вакууме. Когда мы берем, у нас есть пакеты, которые в комплекте с вакуумным насосом. Кто этой темой интересовался, возможно, знает, что вакуумные насосы просто так нигде не купишь. Вот так вот упаковываем. Потом берем вакуумный насос, ставим на клапан и нажимаем. свет��요. Нужно подントлеться на клапан и sjokское пиес wäreряная. Что кажется при deth agradом, как эффектлив données. Ф korпemed claro его Dwphи, я неما видела, ктоите на клапан и серьги. Так relationship с полными следами". Кажемということで взять датом, круглых freuenх и экспериментарий смех молчатых. что я не закрыл что ли? а не закрыл извините извините дорогие зрители показываем снова потянул смотрим бакуловая упаковка происходит очень быстро ну вот и все вот масло упаковано в вакууме теперь если бы это был кусок мяса мы бы его с вами погрузили бы в эту ванну и через несколько часов по-моему сколько надо часов 64-5 у нас бы получился идеальный причем не вареный кусочек мяса прогретый до 60 градусов 60 градусов это температура хорошего стейка потом мы его чуть-чуть поджарим в общем короче говоря если кому-то интересно ищите в интернете тему которая называется су-вид прямо одним словом су-вид вот ну в принципе все свет у нас в отпуск уезжает пожелаем ей хорошего пути отдохнуть и загореть как следует пока-пока все, пока пока